Музыка 330 беспилотников передано от нашего региона военнослужащим одного из подразделений ЮВО. Здесь абсолютно разные БПЛА с семи модификаций. Некоторые разгоняются до 170 км в час. Эта аппаратура позволяет не только вести разведку, осуществлять поисковые мероприятия, проводить фотосъемку и ряд других операций, в том числе использовать для обнаружения дронов противника. Соответственно, все ТТХ аппаратуры соответствуют тем потребностям, которые сегодня нужны для наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Одну из модификаций запускают с катапульты, а управление немного отличается от других. Он предназначен для разведки и ударных целей. Обучение на него немножко дольше, чем на аппараты квадрокоптерного типа, но также обучают инструктора. Техника исключительно российского производства. На днях в дивизию приедут специалисты из Москвы и объяснят ее специфику и нюансы использования в бою. У нас сегодня в каждом социалуковом полку есть специальное подразделение, которое занимается непосредственно бесполотными летательными аппаратами. Поэтому, в первую очередь, это интерес для вот этих военнослужащих, для этих специалистов. Областной детский хирургический центр инновационных технологий сейчас самый крупный строящийся социальный объект в регионе. И готовность его оценивают в 99%. Ход работ сегодня проинспектировал губернатор. Кто с благоустройством? Ну, опять-таки, оно, как вы видите, в черновом варианте оно выполнено. Вот, понятно, ждем температуру, да, и, соответственно, выполняем. Чистовой слой и, соответственно, нанесение, ну, и чистового, финишного слоя освобождения. Здесь дорожка одна, спросу. Работают на объекте 530 человек. Завершаются отделочные работы с материалами и финансированием проблем нет, докладывает подрядчик. Ну, а главный врач областной детской клинической больницы, на территории которой строится центр, уже готовится его обустраивать. До 15 февраля контракт. До 15 февраля. Да, у нас много не собрано, вон не залежит. И начали принимать оборудование тоже до 15 февраля. Сейчас надо в следующей неделе. Ну, и не монтируем? Не монтируем. Моя лаборатория у тебя будет приходить две недели. С первого, со следующей недели начинаем приемку. Губернатор ставит задачу – начать принимать пациентов уже с 1 июня. Нужно все качественно, здесь нужно все вовремя, здесь точное соответствие созданных условий для работы персонала. Поэтому я просил бы здесь очень основательно включиться в Минздрав. Во взаимодействии с Минстроем, понятно, да? Но Минздрав сейчас вместе с руководством нашего комплекса детского должен просто выверенно проводить все абсолютно до мелочей. Ямочный ремонт ростовских дорог ведется каждый день без выходных, обычно ночами. В работе 14 бригад, 11 единиц техники. Но проблему им создают не только капризы погоды, но и невнимательные водители. Ставим конусы, работаем, и много водителей не смотрят на дорогу и просто сбивают, неуважительно относятся к всей этой работе. И потом приходится переделывать за ними эту работу. Потом эта вся смесь по дорогам разлетается во все стороны, мы ее приходится собирать, потом обратно перезаливать. Сейчас вот я смотрю, делают. Здесь, ну, как, на Буденновском я проезжал часто. Потом на Каменке я видел, дорожники работали. На Сельмаши. Яма латают горячей, литой асфальтобетонной смесью, которая отлично застывает при отрицательных температурах. Дефицита этого материала нет, производят его здесь же, на заводе. Это Д-158, 20 тонн в час он выпускает, производительность. Конечно, небольшая, но она, в принципе, позволяет обеспечить емкость кахеров, потому что они по 6 тонн, по 8, ну, разные емкости есть. Они заправляются, то есть, в принципе, за час они 4-5 машин заправляются, едут по городу заниматься, грубо говоря, устранение аварийности. За качеством работ следят дорожные службы и администрация города. При необходимости количество бригад могут увеличить. Дополнительные контракты на усиление с организациями заключены. Ночью минус, днем плюс, причем буквально градус туда и сюда, не больше. На таких качелях будет кататься погода до воскресенья по расчетам синоптиков. Потепление сегодня ознаменовал туман. В ночь на пятницу 1-градусный морозец с мокрым снегом, а может и дождем, так что ждем нового льда на дорогах и тротуарах. Завтра плюс 3, и тоже возможен дождь. Ветер южно-средней силы – 4 метра в секунду. Давление ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова